Здравствуйте! Это «Факты мнения». 15 февраля 30 лет назад последняя колонна советских войск пересекла Афгано-советскую границу. Всего пределы чужой страны покинули более 100 тысяч военнослужащих. Как на Кубани отметят 30-летие со дня завершения боевой операции ограниченным контингентом советских войск и какое внимание краевые власти уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Поговорим об этом с заместителем директора Департамента внутренней политики Краснодарского края Петром Холландским. Петр Владимирович, я вас приветствую. Добрый день. Большая дата в этом году, 30-летие. Какие мероприятия в Краснодарском крае подготовлены? В этом году у нас целый комплекс мероприятий. По поручению Нины Ивановича был создан оргкомитет по 30-летию завершения боевой операции ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. В этот контингент вошли все общественные организации, которые объединяют воинов-интернационалистов, афганцев. Было принято решение обеспечить уборку, ремонт мемориального комплекса. Всего у нас порядка 60 памятников. Давайте о памятниках чуть позже. Давайте пока о такой праздничной нотке. В целом по мероприятиям следующее у нас будет происходить. Во-первых, 15-го числа во всех муниципальных образованиях Краснодарского края пройдут памятные митинги. На местах возле памятных, опять-таки возвращаемся, мемориалов. Но это будет торжественное мероприятие. Само же краевое общее мероприятие пройдет 12-го числа по адресу улицы Красная 5, в котором принят участие воины-афганцы, кадеты, молодежь и так далее. Планируем, что также 12-го числа по поручению участников этого торжественного мероприятия от Красной 5 колонна из трех бронетранспортеров проследует к памятнику основному краевому воинам-афганцев Чистяковской роще у нашего находится. И там тоже будет возложение цветов к этому памятнику. Но вот такой митинг с участием техники боевой, это к 30-летию? Это будет проход и возложение. Да, это ежегодно, через 5 лет, не совсем ежегодно, через 5 лет проводится такое мероприятие. И 15-го числа уже самый большой краевой митинг пройдет в городе Краснодаре. Ну вот как департамент внутренней политики следит или контролирует работу, которая ведется в муниципалитетах в рамках подготовки к 30-летию? Мы ее скорее координируем, не то чтобы мы за ней следим. Но в рамках этих всех есть общий план мероприятий, который принят не только департамент внутренней политики, но на себя взяли обязательства Министерство образования, Министерство культуры и многие остальные наши ведомства, понимая всю важность этой задачи. Например, проводятся кинопоказы и фильмы на афганскую тематику. Благодаря Министерству культуры Краснодарского края в каждом муниципалитете порядка 5 залов будут приобщены к этому. Насколько я знаю, эти кинопоказы должны пройти бесплатно. Сейчас, собственно, вот эта кинодекада и идет. Просим следить за расписанием, сходить и обязательно сходить на эти мероприятия с детьми среднего возраста, может быть, даже не младшего, а где-то это все старше 11-12 лет. Особенно мальчики этим интересуются. Соответственно, тематика выбрана фильмов соответствующая. Афганская, да, это посвящено Афганистану, именно Афганистану. Да, и просмотр ограничен именно в эти дни, в дни предпраздничные, по-моему, до 10 февраля, но лучше уточнить. До 10 февраля, да, просмотр идет, приглашаем всех посетить. Кроме того, в школах проводятся уже уроки мужества. Традиционно все привыкли, что эти уроки мужества проводятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот теперь пошли на уроки мужества и афганцы. Новая традиция, скажем так, да? Да, я бы сказал, это скорее продолжение старой традиции, потому что, ну, к огромному сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Здоровье иногда их подводит, и мы их поддерживаем как можем. И на самом деле и ветераны Афганистана, и общество уже приходят к такому выводу, что они потихоньку перенимают эту эстафету передачи опыта. Ну, а сами воины-интернационалисты, как они относятся к тому, что нужно общаться с молодежью? Для них это новый какой-то вид взаимодействия? Да, немножко новый, но на самом деле очень активно. Они прекрасно... Ну, вот послушайте, те, кто прошел Афганистан, это, во-первых, как вы помните, чтобы попасть в Афганистан надо было дать добровольное согласие, да? И плюс пройти серьезные испытания, в том числе военные, психологические. Это люди с активной жизненной позиции. Те, кто находятся в руководстве организации, в активе организации, те, кто готовы и хочет принимать участие в уроках мужества, естественно, они уже подготовлены, они уже работали с людьми. Да, они, может, немножко жестковаты, но они, на самом деле, передают дух того, что было в то время. Ну, то, что не прочитаешь в учебниках, например, да? Совершенно верно. Там много этого в учебниках не пишет. Да, и, собственно, у нас-то молодежь больше любит фильмы смотреть, чем учебники читать. Ну, согласен. Вот, пожалуйста, здесь общение вживую. И это, на самом деле, вызывает неподдельный интерес и иногда удивление, потому что, ну, не все даже помнят про эту войну, поскольку... Особенно, если еще и в форуме приходят, да, участия? Да, афганская форума, кстати, большой раритет. Имейте в виду, да, если кто-то там захочет ее добыть, то из молодежи ее еще попробуйте найти сейчас. Не часто она продается. А на какой возраст вот рассчитаны такие встречи? Младшие школьники, либо уже люди постарше? Скорее всего, старшие, да. Средний и старший возраст, естественно, потому что есть определенные сложности, они не идеологические, но если Великую Отечественную войну мы понимали, абсолютно понимали, да, за что ведется боевые действия, за что мы защищали, то здесь уже необходимо, наверное, специальное знание, понимание, что такое государственный интерес, что такое интересы Родины, почему их можно защищать и нужно защищать за рубежом, что такое предвосхищение событий и так далее. Ну, нужна, конечно, логика такая, чуть-чуть посерьезнее. Ну, а чаще такие встречи в виде, ну, лекций происходят, либо воины как-то готовятся, какой-то приносят наглядный материал? Естественно, у них с собой есть и наглядный материал, если где-то договариваются с военкоматами или с военными частями. Вот у них очень хорошее взаимодействие с военными частями. Они очень... Многие до сих пор, ну, на самом деле, там, или ветераны определенной части являются и так далее. Но обратную связь от таких встреч потом от школ педагоги, может, передают, получают? Какая реакция у детей? Я думаю, мы видим по набору в военкоматах обратную связь. У нас, насколько я знаю, военкоматы всегда выполняют наборы еще и где-то с запасом. А сколько всего на данный момент на Кубани воинов-афганцев? Если есть такая цифра, ну, хотя бы примерно. Есть цифра, ну, вот, благодаря нашему министерству соцзащиты, который тоже работает на этом направлении, мы знаем, что у нас в целом воинов-интернационалистов более 30 тысяч. По нашим подсчетам из них воинов-афганцев более 13 тысяч. Из этих 13 тысяч порядка 7 состоят в организациях и занимают активную жизненную позицию. Вот насколько важно то, что вот самим этим мужчинам, да, которые прошли такие нелегкие события для себя, насколько важно, что их сейчас привлекают вот к такой общественной работе, что они не забыты. Но это и так понятно было, что они всегда помнили. Но когда ты вспоминаешь это в общении, вот вы видите их глаза, как они реагируют? Вы знаете, у них немножко по-другому. У них не то, что их привлекают, они сами являются их организаторами многие. Тут, я же говорю, они с жизненной позицией, с активной. Они не сидят и не ждут, чтобы их привлекут. Они берут и делают. И снимаю шляпу перед ними всегда. Очень дружу с многими. И для меня это лично, и в том числе одна из близких личных тем. Вы сказали, что главный митинг... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok